Если Украина потерпит поражение в войне, Россия начнёт новую агрессию, и тогда воевать придётся уже американским солдатам. Я не сомневаюсь, что если бы Владимир Путин захватил Украину, не прошло бы слишком много времени, прежде чем российские военные пересекли бы границу, где нам пришлось бы послать наших воинов, чтобы сражаться против них. Об этом заявил бывший вице-президент США и возможный кандидат в президенты от республиканской партии Майк Пент, сообщает Унян, ссылаясь на интервью «Политика» для шоу Хью Хьюита. В свою очередь, вооружённые силы Украины продолжают активно наступать и уничтожать российскую технику. Страна-агрессор за время полномасштабного вторжения в Украине потеряла практически весь свой первоначальный танковый ресурс и так и не смогла его компенсировать. Причина на момент вторжения в РФ отсутствовала – серийное производство танков. Производились исключительные ремонт и модернизация имеющихся в строю и на хранении. Танки Т-72 и Т-80 не производились с 1998 года, а танки Т-90 – с 2011. Об этом говорит украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его прогнозам, настоящий стресс для российских оккупационных войск ещё впереди. Так, пока присутствие танка в основном сконцентрировано на второй линии фронта. Уже сейчас потери и компенсация вводят танковый потенциал российской оккупационной группировки в минус. Но как только интенсифицируются процессы по основной линии обороны, компенсация погрузится в глубокий и невосполнимый кризис. С начала полномасштабного вторжения России в Украину общие боевые потери РФ в танках предварительно составляют 4068 единиц. В личном составе около 232 300 человек, сообщает Генштаб Украины. Редактор субтитров А.Семкин